В Екатеринбурге в половине шестого часа вечера, то есть еще сильно засветло, можно даже сказать прям посредь бела дня, на Крауля 44, что на визе, возле входа в банк Нейва, случилось вооруженное нападение на одного его потенциального клиента, 26-летнего киргизского бизнесмена, торгующего куртками на Таганском ряду, при этом официально безработного. Вчера вечером он, вроде как в сопровождении своих киргизских друзей, нес в банк сумку полную Нала. По некоторым сведениям, там было 5 миллионов рублей, или как бы сказал близнец Дэвита, 5 миллион! И видимо, южный гость намеревался положить бабло на счет, или отправить родственникам в Киргизию. Но не удалось. Очевидно, что о его планах злодеи знали, они его пасли, они его долго поджидали возле банка, и вот когда группа киргизов подошла к финансовому учреждению, в котором, кстати сказать, был живой охранник, к ним подлетела шайка людей в масках и с пистолетами наперевес, по данным пресс-службы ГУМВД их было трое, по версии городского ОМВД четверо. Они отобрали у киргизского рыночника сумку с Налом. Он, конечно, сопротивлялся, ибо ведь все, все, что нажито непосильным, но резиновая пуля, выпущенная из разбойничьего травмата в киргизское бедро, хозяина денег остудила. Госпитализация ему не понадобилась, а на месте происшествия остались две гильзы. После чего прыгнули в темно-зеленую девятку с замазанными номерами и свалили. Говорят, некие храбрые автопилоты даже бросились в погоню за вооруженными преступниками. А вот это большая ошибка. Если люди только что стреляли возле банка, не надо за ними гоняться. Это не ваша война. Это опасно для жизни, ну, если вы, конечно, не живете по принципу грабь награбленная и не преследуете разбойников с большой сумкой и большой суммой денег, чтобы отнять последнюю. Но в любом случае погоня успехом не увенчалась, преступники на девятке ушли визовскими дворами, и кусочек их маршрута попал в кадр уличной камеры наблюдения. Вообще, надо сказать, в кадр камеры наблюдения попало все ограбление, от и до. Но записи из банка сразу же изъяли полицейские. И хотя злодеи были в масках, видеозаписи, возможно, позволят их идентифицировать и изловить. По факту нападения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению. Искать разбойников, как кажется, нужно в том числе и среди своих, среди рыночных работников, ибо человек с улицы вряд ли сможет узнать, когда и куда киргизский торговец повезет 5 лямов. Хотя кто мы такие, чтобы что-то советовать операм Угро, которые сегодня массово отмечают 100-летний юбилей уголовного розыска? С праздником, товарищи! Прорвемся, ответят опера. Ответят и отметят. Продолжение следует...